КОРАБЛЬ ВОСТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНОСТЬ Нормальность восстановлена Спасибо, так-то лучше Всем привет, я Елена Ваганова, маркетолог AdIndex Приглашаю вас вместе со мной в путешествие по планетам рекламной галактики В этом бескрайнем космосе каждому рекламщику и маркетологу необходим путеводитель Который поможет не потеряться среди обилия возможностей и разобраться Как же стать успешным в рекламной галактике А мудрецы индустрии помогут нам ответить на главные вопросы о жизни, Вселенной и вообще Первая остановка путешествия по рекламной галактике — планета успешных бизнес-идей Главный мудрец — Рафаэль Мелик-Яганов, директор по развитию СМИ-2 А что делать в таком случае, если конкурентные «Воганы» украли бизнес-идею? Ооо, здесь только не паниковать Самое главное — не паниковать И в такой ситуации есть межгалактический корабль У него есть по-любому багажник В багажник, как правило, умещается «Воган» Берешь, увозишь в межгалактический лес и, скорее всего, ну, как минимум, будет тебе уже комфортнее А следующие идеи придумаются сами Я считаю, что это отличный план Наш корабль набирает скорость Мы мчимся к планете неземных KPI Главный мудрец этой планеты — Артем Пуликов, коммерческий директор МТСЭТС Артем, подскажите, пожалуйста, что делать, если рекламная компания не достигает тех самых космических KPI И как в этой ситуации выкручиваться на общей планерке? Ну, главное, на самом деле, не паниковать Потому что эта ситуация абсолютно нормальная Все мы живем в мире жестких бенчмарков и KPI А первое, что нужно сделать, это не подписываться над нереальными KPI, которые ты не можешь выполнить Потому что если ты правильно рассчитал свои силы, то такой ситуации возникнуть не должно Если такая ситуация возникает, и мы, например, говорим про программатик, то нужно заниматься оптимизацией Подключать какие-то другие источники трафика, подключать какие-то иные данные и оптимизировать компанию Потому что зачастую, если клиент даже видит невыполненные KPI, которые были изначально заявлены Но видит позитивную динамику по ходу компании, тогда, в принципе, все получается хорошо Мы попали в вихрь рекламной вселенной Наш корабль уносит к планете космических дедлайнов Мудрец этой планеты Алла Хахалева, заместитель руководителя отдела по развитию диджитал направления рекламная служба «Коммерсант» Мария Макаревич, заместитель директора по монетизации «Гесметио» Что делать, если все дела срочные? И как из всего этого срочно выбрать самое срочное? Ну, естественно, у нас всегда есть какой-то план, и мы его всегда будем придерживаться В первую очередь оцениваем срочность по количеству денег Безусловно, только деньги Нас интересуют только деньги В первую очередь За деньги, да А что делать, если в последний день дедлайна Открыл задачу и понял, почему на нее было выделено 5 световых лет? Привычно, да? Как это привычно? Мы думаем, что надо что сделать? Закрыть Закрыть эту задачу Успешно Успешно закрыть задачу, выпить чашечку кофе Открыть заново, ну и принять какое-то решение Ну и выполнить ее По какому-то плану Ну а что делать? Написать, что тестировщик не смог воспроизвести ошибку На самом деле мы каждый день живем в такой городе И ничего нового, ничего страшного Идем дальше Нет нерешаемых задач Есть деньги За деньги, да Звезды мерцают огнями креативных идей Мы приближаемся к планете гиперпространственных коллабораций Главный мудрец Дарья Попова-Мельник Медиа-менеджер Додо Пицца Что делать, если в рекламной галактике Ты тот самый депрессивный робот? И как и где искать идеи для вдохновения Для новых проектов? Угу Так, ну, во-первых, не депрессовать Побольше отдыхать Спать Может быть, более-менее нормально питаться Пить воду с лимоном И в целом проверить все витамины И депрессии, правда, не будет Что делать, если аудитория негативно отреагировала на креатив Вот, который вы с командой создавали Создавали просто потом и кровью Ого Ну, главное, не паниковать Я думаю, что негативная реакция Это не значит, что это плохо Это просто такая же обычная реакция Поэтому принять это как факт и работать дальше Сквозь бескрайние просторы рекламной галактики Наш корабль мечится к планете звездного часа Главный мудрец Ольга Вяткина Пиар-директор Нектарин Что делать, если на публичном выступлении наговорил много лишнего И как вообще выходить из таких неловких ситуаций Важно не паниковать Плюс сейчас один из самых главных трендов коммуникации Это искренность И если вы расскажете о реальной причине Почему это произошло Ну, не знаю, ночь была бессонная Или еще что-то То это вас сблизит с аудиторией И еще можно пошутить Всегда запоминается начало и конец выступления Поэтому если в конце вы добавите какую-то классную шутку Аудитория запомнит именно это Ну, а не ваши лишние слова То, что не нужно было говорить на этом выступлении Кстати, про личный бренд А что делать, если на пути становления своего личного бренда Вот хочется взять и бросить все, что делал? Главное не останавливаться Личный бренд это такая игра в долгую И иногда можно взять паузу Накопить правильную энергию Чтобы потом заново продолжить работать Но главное не останавливаться И рассказывать о том, что вы делаете Проявляться во внешнем мире, так сказать Отправиться автостопом по рекламной галактике Это значит довериться судьбе На 90% положиться на удачу И чуть-чуть на собственную находчивость И способность к импровизации Благодаря путеводителю теперь и вы обладаете сакральным знанием Которое поможет вам попасть на планету успешного успеха Всем пока! До новых встреч!